Новый 2021 год. Карелия встретит без массовых мероприятий. Власти республики посоветовали и религиозным организациям обойтись без скопления людей. Тем не менее, 7 января православные христиане празднуют Рождество. В каком формате пройдут традиционные богослужения и как вообще переживает церковь в период пандемии? Об этом сегодня нам расскажет Константин Павлюченко, секретарь Петрозаводской епархии. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году на службы рождественские пришло очень много людей, порядка нескольких тысяч. И сортовали, проводили рождественский бал, Петрозаводский рождественскую елку. То есть очень много массовых мероприятий. В этом году, понятно, все это ограничено. Как в этой ситуации вы будете вообще справлять Рождество? Ну, конечно же, в первую очередь богослужение. Богослужение во всех храмах будет совершаться, как и совершалось до этого. Конечно же, будет совершаться божественная литургия, в первую очередь. Это самое главное таинство Церкви будет совершено и в сам день праздника Рождества Христова. Ну, мы понимаем то, что действительно сейчас очень непростое время, когда массового скопления людей не должно быть. Поэтому мы, руководствуясь и установлениями Священного Синода, указанием Московской Патриархии, распоряжением главы Республики Карелии, призываем наших сограждан воздержаться, возможно, по возможности от служб, кто старшего поколения, кто имеет какие-то болезни, воздержаться от посещения. Кроме того, мы, конечно же, организовываем, и еще с марта месяца у нас есть такая прямая трансляция богослужений. Конечно, мы все понимаем то, что трансляция богослужений, она ни в коем случае не заметит само присутствие человека за божественной литургией. Но, тем не менее, хотя бы радость Рождества Христова можно разделить и таким образом. Также сейчас идет время Рождественского поста, осталось чуть меньше месяца до Рождества. И мы призываем также наших прихожан, которые желают поучаствовать в Таинстве, Таинстве Евхаристии, поучаствовать в этом Таинстве в течение Рождественского поста, которое является подготовкой к празднику Рождества Христова. В нас, в храмах Республики Карелии, Петрозаводске практически, во всех храмах божественная литургия совершается ежедневно. И мы призываем людей, чтобы они не шли, скажем так, в один день все массово, но могли в течение недели приходить на богослужения. И, кроме того, у людей старшего возраста есть возможность пригласить священника, чтобы священник пришел с Таинствами, с Дарами, Телами, Кровью Христову и причастил на дому. Вот. То есть, таким вот образом, чтобы максимально, скажем, соблюсти те все предписания, которые сейчас существуют. Ты сказали, что будет вестись онлайн-трансляция Рождественского богослужения только из главного богослужения в храме Александра Невского или еще какие-то? Ну, дело в том, что я, мое мнение, я на самом деле призываю к тому, чтобы смотрели по телевидению главное богослужение, которое проходит в храме Христа Спасителя, которое возглавит святейший патриарх Кирилл. Поскольку, почему? Потому что там, во-первых, у них это все налажено, потому что мы знаем, что богослужения ведутся, буквально каждое богослужение, трансляция каждого богослужения ведется из храма Христа Спасителя, и по каналу «Союз», и по каналу «Спас». Кроме того, богослужение комментирует профессиональный человек, богослов, который объясняет все моменты происходящего богослужения, и людям, которые, может быть, еще далеки от понимания всего того, что происходит в храме, это очень полезно будет посмотреть как раз богослужение именно по телевидению и с комментариями, для того, чтобы лучше понять, что же на самом деле происходит, потому что мы понимаем, что не все знают. Конечно, я не имею в виду тех людей, которые являются постоянными прихожанами, которые постоянно участвуют в таинствах, конечно, для них участие в таинствах — это жизненно необходимое. Но те люди, скажем, которые еще только идут на пути к Христу, к Богу, то им рекомендую, конечно же, оставаться дома и смотреть по телевидению, и даже в каком-то смысле как просветительской целью смотреть, может быть, даже что-то записывать, записывать вопросы, которые позже можно задать и священнослужителям, чтобы мы ответили на эти вопросы, мы с радостью это сделаем. Хорошо, вот еще один ритуал традиционный проводится в январе — это крещенские купания. В прошлом году вообще не было льда, пришлось сооружать специальную купель, в этом году, ну, собственно говоря, коронавирус, и не грозит ли отмена вот этому традиционному ритуалу? Дело в том, что, действительно, Вы сказали, это ритуал, это более такой народный ритуал. Вот на самом деле мы знаем, что праздник крещения или богоявления Господня, главное также богослужение, совершение божественной литургии, и после божественной литургии освящается вода, так называемая Великая Геасма, Великое освящение в храме, в самом храме освящается. И после этого верующие берут эту святую воду домой, и вместе с молитвой они окропляют свои жилища ежедневно, натощак, после утренних молитв они принимают эту святую воду. То есть это вот главное. А крещение, купание в купелях, которые там делают на реках, на озерах, это больше народная традиция. Она, в принципе, даже, я бы даже сказал, что она не совсем не церковная традиция. То есть это просто как бы воспоминания о празднике, ну, народные воспоминания. То есть даже вот в предыдущие годы мы знаем то, что инициаторами организации таких купелей, это были общественные организации, казаки там или кто-то еще. То есть нас просто приглашали туда как для освящения этой воды. Это и совершение службы. То есть тут не принципиальный вопрос абсолютно, да. То есть если люди переживали, что нет возможности вот этот ритуал пройти, то можно просто, да, пройти церковь и там. Абсолютно не стоит за это переживать, да, потому что это не является каким-то действительно тем, что нужно каждому человеку именно соблюдать. То есть это хорошая такая традиция, которая, ну, обросла, конечно, вокруг этой традиции много различных, так сказать, домыслов. Некоторые думают, что во время крещения им прощаются грехи, допустим. Но это, конечно, неправда, потому что мы знаем, что грехи прощаются в той же таинстве исповеди. Никакое крещение, то есть погружение в Моговленскую купель на речках и озерах, но, конечно, не очищает человека. Давайте так глубоко не будем погружаться во все эти... Если все-таки что-то захочет... Да, давайте поговорим еще немножко о конкурсе детского рисунка. Вы в прошлом году проводили, в предыдущие годы дети могут вам присылать рисунки на рождественскую тематику. Сейчас, наверное, наиболее актуально, потому что все это можно сделать дистанционно. Проводится ли этот конкурс в нынешнем году и как в нем поучаствовать? Да, и уже на протяжении более 10 лет мы проводим такой конкурс рисунка перед рождеством по всей Карелии, где дети трех групп до 8 лет, с 8 до 13 и постарше участвуют в этом конкурсе. Есть определенные темы, на которые рисуют рисунки и предоставляют нам. У нас есть жюри, которые определяют победителей. И ежегодно это происходило все очень красиво. 7 января в музыкальном театре Республики Карелии мы приглашали всех детей, победителей. Кроме того, и детей-воспитанников воскресных школ, тех детей, которые нуждаются в поддержке. 650 детей обычно приглашали мы в музыкальный зал, показывали им представление очень красивое, яркое, красочное. И на сцене прям митрополит Константин вручал победителям грамоты и подарки. В этом году, наверное, придется отказаться. К сожалению, да, из-за понятных причин мы сам такое торжественное мероприятие в музыкальном театре проводить уже не будем. Но Рождество у детей не отнимешь. Поэтому конкурс рисунков, он и в этом году проводится. Информация более подробная у нас есть на епархиальном сайте. Там все полностью расписано, и сроки, и требования. Так что я призываю, кто хочет поучаствовать, пожалуйста, поучаствуйте, присылайте свои рисунки. Мы с радостью их посмотрим, и победители получат призы, награды и грамоты. Кроме того, конечно же, как я сказал, Рождество не отменишь. И дети, которые ежегодно получали подарки от митрополита, это традиционно. И в этом году также для этих детей готовятся подарки от митрополита. Каждый ребенок получает этот подарок с письмом и благословением нашего латыки. И это же в этом году будет. Отлично. Мы уже сказали немножко о том, что вы проводите трансляции. В том числе вы к себе на канал на YouTube Петрозаводской епархии выкладываете и богослужения, и обращения митрополита, и какие-то другие мероприятия. Насколько вообще удобнее стало взаимодействовать с паствой с помощью видео? Расскажите об этом немножко. Да, действительно, современный мир таков, что у нас есть быстрые средства связи. В том числе мы стараемся и церковь тоже использовать вот эти средства связи для того, чтобы в первую очередь это нести Слово Божие в каждый дом, каждому сердцу. И у меня, конечно же, такая была задумка, чтобы проповеди митрополита слышали не только те люди, которые находились в храме. Это была еще идея, конечно, до пандемии, до всех этих событий. Мы специально записывали проповеди митрополита, чтобы люди, которые хотят услышать своего владыку, мы знаем, что Карелия очень большая республика, и не все люди могут прийти в храм, именно тот храм, где служит владыка, но Слово Владыка хотят услышать все. И вот с этой целью специально мы открыли наш канал на ютубе, куда помещали в основном проповеди владыки, какие-то просветительские передачи, записи основных мероприятий, освящений, как вы сказали, на ютуб, чтобы люди видели, чтобы люди слышали. Но и слушают и священники, кстати, тоже очень многие, в основном, у меня очень много откликов приходят от стороны наших священников, которые слушают проповеди владыки нашего и включают эти проповеди своим прихожанам во время бесед просветительских, во время занятий в воскресных школах. То есть результат дает некоторые проповеди, разбирают и другие сайты, и просмотров очень довольно-таки большое количество. Ну, а в том числе, как раз вы пару лет назад делали серию роликов, где вы разговаривали со зрителями на разные темы, связанные с христианством. Давайте, чтобы зрители понимали, о чем мы говорим, мы сейчас небольшой посмотрим отрывочек. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим с вами о человеке. Человек сотворен в шестой, завершающий день творения. В книге «Пытье» сотворение человека описывается так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию». Ну, такой вот фрагмент, достаточно интересный. Пришелся ли подобный формат вообще по душе вам, аудитории? Потому что, я так понимаю, вы в итоге перестали делать. Почему? Ну, дело в том, что, ну, действительно, такой формат, он пришелся по душе, но мы перестали по простой причине, потому что канал, на котором мы это все делали, он, к сожалению, закрылся для вещания в обычной телесетке, или как это называется, по обычному вещанию. Вот, и, к сожалению, те люди, с которыми я делал эту передачу, они покинули канал. То есть исключительно из технических соображений? Да, из технических, да. А так, конечно же, отклики эта передача получала очень хорошая. Она снималась изначально не для интернета, для прямого эфира, и очень много людей, так сказать, старшего поколения после богослужения ко мне подходили и благодарили, или там даже вопросы какие-то задавали утолчняющие. То есть вот такой был опыт общения с прихожанами, кто-то даже присылал вопросы. К сожалению, я не все темы затронул, не успел. Вот, у меня были наработки на несколько лет эту передачу вести, но, к сожалению, вот так все прекратилось. Может быть, в будущем кто-то заинтересуется, мы продолжим, может быть, ваш канал заинтересуется. Я готов с радостью. Тем не менее, вы и в текстовом формате продолжаете достаточно активно взаимодействовать с верующими. У вас есть сайты, группу ВКонтакте вы в прошлом году создали. И вот этой осенью вы писали о том, что участвовали в специальном вебинаре, где в том числе обсуждали мессенджер Телеграм как средство миссионерства. Расскажите же вообще вот об этом поподробнее, что там обсуждали, как вообще вы вот эти современные технологии используете для того, чтобы обращать даже новых людей в веру. Ну, дело в том, что мы, конечно, много обсуждали, я думаю, это в этом эфире особо подробно не расскажешь. Вот. Но, конечно, церковь, как уже я сказал, она старается неси Слово Божие не только с амбонов храмом, но и в сети интернет. Вот. И в том числе и с использованием современных соцсетей, поскольку мы знаем то, что огромное количество людей просматривает, читает. Вот. И, конечно, обсуждался вопрос и организации канала в Телеграме, но сейчас этот вопрос встанет, так сказать, размышлением и того оцениваемых плюсы и минусы вот этого вопроса мы сейчас пытаемся оценить. То есть планируется еще, возможно, да, осваивание каких-то новых площадок в социальных сетях? Да. Давайте немножко теперь поговорим об оффлайне. Мы уже упоминали, что все-таки службы проводиться будут. Как у вас сейчас они проходят? Священники надевают ли маски? Носят ли маски прихожане? Соблюдаются ли социальные дистанции, чтобы, допустим, те, кто, возможно, хочет туда прийти, он не беспокоился? Или, наоборот, беспокоился, возможно? Дело в том, что мы, конечно же, во всех храмах Карелии исполняются все те поручения. Это, в первую очередь, поручения Священного Синода, которые были еще в марте. Позже были циркуляры, управляющие делами Московской Патриархии, Владыки Дионисия Воскресенского, о соблюдении всех этих мер предосторожности. Эти меры все, они, конечно же, исполняются. Кроме того, мы знаем, что было и распоряжение главы республики. Также исполняем эти все меры. Все то, что прописано. Мы призываем прихожан. У нас есть на входе во всех храмах объявления о том, чтобы и все прихожане находились в масках, чтобы социальную дистанцию соблюдали. В ходе в храм у нас есть и, конечно же, все эти средства для обработки рук. Священнослужители также обрабатывают и руки перед проскомидией во время исповеди, и во время разговора с прихожанами обязательно надевают маски. Ну и ряд других мер безопасности, которые как раз прописаны и в указах Священного Синода, и в распоряжении главы республики храмы соблюдают. А может быть появились какие-то специальные службы, посвященные коронавирусу или борьбе с коронавирусом? Действительно, да, за каждой божественной литургией мы молимся. Во-первых, у нас есть специальное прошение на эктиньях, которое произносит священник или диакон. И кроме того, читается специальная молитва о защите людей от предотносной такого поветрия. Ну, там все время подходит к концу. Последний вопрос вам хочу задать. Прошлой осенью, опять же, вы рассказывали о том, что на набережной Петрозаводска хотят построить приепархии храм. После этого особо новостей никаких по этому поводу не появлялось. Отказались от планов или пандемия как-то внесла коррективы? Что вообще происходит с этой идеей? От планов никто, конечно же, не отказывался. Наоборот, мы работаем в этом направлении. И даже больше скажу, в этом году было первое празднование новомучеников и исповедников земли Корейской, которые благословил святейший патриарх по обращению нашего митрополита Константина. У нас написаны специальные иконы к этому празднику. Сейчас мы занимаемся экспертизой храма. Проект уже готов. Сейчас мы делаем экспертизу и последний раздел по охране объектов культурного населения, поскольку храм будет построен как раз в том месте, где является зоной исторической застройки, и нам надо определенные провести исследования. И мы сейчас этим занимаемся. Ну, стало быть, дело движется. Да, да. Буквально на этой неделе, значит, со стороны администрации были замечания по проекту, мы их все внесли. Мы полностью переделали, уже несколько раз переделывали проект. И сейчас ждем заключения экспертов. Понятно. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим. Спасибо, Константин, за интересную беседу. В эфире была программа «Тема дня», и я ее ведущий Данил Чуненов. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok